Здравствуйте, товарищи! Когда абсолютное отношение выступает как реальное, то оно есть отношение причинности. Целое, положенное как единство многих определений и отношений, переходит во взаимодействие с другими и дает понятия. Вот мы и добрались к третьему разделу диалектики о понятии. Мы на пороге третьего тома науки и логики. Субстанция – это бытие, положенное как единство случайности с самим собой. Бытие, оно же субстанция, есть светящаяся видимость, тотальности и оксидентальности. Свечение – это единство возможности и действительности. Оксидентальность – есть вся субстанция сама. Отношение субстанциальности переходит в отношение причинности, через внутреннюю мощь субстанции. Переводя на яблоки, яблоко как бытие состоит из субстанции. Яблочная субстанция состоит из всех подобающих яблоку составных частей, как первостепенных, так и второстепенных. У яблока должна быть кожура и мякоти, само собой, огрызок с косточками. По желанию, у него может быть плодоножка и листик. Оно может быть зеленого или красного цвета. Все это вместе дает нам действительность. Ложив всю субстанцию воедино, все составные части яблока, при этом в правильном соотношении этих частей между собой, мы получаем яблоко, через возможность его образования, при соблюдении всех факторов. Положительная переходящая мощь – это действия, а в себе сущая субстанция – это причина. В тождестве причины и действия снята форма, то есть причинность формально. Необходимость, то есть чистое проявление, содержится в субстанции, вместе с мощью, которая дает отношение причинности по переходу в другое. Одна и та же вещь в одном случае может являться причиной, а в другом – действием. Если имеется вся необходимая субстанция, для яблока, собранная в правильном соотношении, то она приобретает мощь, переводящая данную субстанцию в яблоко. Из составных частей мы получаем нечто новое, или говоря диалектично, мы получаем другое. Наличие нужной субстанции в нужном количестве является причиной перехода, сам переход является действием. Он же является необходимостью при наличии причинности. Как и принято в диалектике, все взаимосвязано. Наличие яблока является и причиной его появления, и действием по переходу в само себя. Тут стоит добавить, что логическое аналитическое предложение – это выявление тождества, содержание причины и действия. То есть выяснение, что первичное. И тут же получается, что прогресс – это переход от действия к действию, а регресс – это переход от причины к причине. Ну а противодействие – это пассивность субстанции. Бесконечный переход причины в действия дает взаимодействие – царство субъективности или свободы. Это простое тождество – особенность, которая содержит в себе единый момент определенности. Возьмем наш старый пример с круговоротом яблок в природе. Созревание плода яблока является действием, образование в нем семян является причиной для появления новой яблони. Все вместе является взаимодействием и порождает бесконечный переход одного в другое. Это простое тождество одного с другим, когда яблоня и яблоко едины в одном моменте и различны в другом моменте. Наконец, мы разобрали второй том науки логики и приступаем к третьему. Спасибо за внимание.